Ох, это такой уровень интересный Наше оружие готово Ну давай сюда А ну иди сюда Ну ты смотри, а Есть Стандартное перемещение Субтитры сделал 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 Ага. Ну-ка, ну-ка, и сколько еще живет. Не. 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 Вот уже и прикрывать никому Сюда можно конечно блин ладно один фиг ему укрытие надо Есть поймал одного фиг его и вот блин не сравнить конечно Да 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 отойди отойди все хана сейчас будет Сейчас покатим его да кстати чё я про это забыл Надо было сразу минировать Ну кстати в этом уровне дредноут неплохо себя показал Поведа лишь прелюдия к следующей битве Нормально Нормально Ему нужен максимум на броню просто максимум на броню Тогда будет оптимально Так тут этого то и нету ничего такого 22 к броне но там сопротивляемость Подавление которым нафиг не нужна Вот опять же они вот как то не продумали то есть Подобавляли кучу этих печатей на урон там какой урон он не живет Ему урон это хорошо если у него там хп было Вот у него живучести нет какой ему нафиг урон какой ему нафиг урон Вот это тоже хорошая штука но недолго недолго длится там секунд десять Бессмертия Энергии Да как то все не то вот здесь хорошее вот это вот плюс два заброни но Это важно для этого отряда чтобы он выживал Скорость тоже хорошо Ну то есть только вот это получается 22 к броне Самое оптимальное Так а ну ка 16 пока мы поставим Попробуем Попробуем Во 3 1 Пуск И это все Если мы не сможем защитить генераторы литейного завода мы потеряем завод Сейчас посмотрим оттуда Откуда Откуда Оттуда Тактический отряд меняет позицию Только Продолжение следует... Вот выкашивает А теперь представим реально их броню, живучесть, устойчивость Это просто реально люди крепости Допустим, у него тут 20 тысяч хп Вот это другое дело Так, в этой миссии как-то обошлись двумя отрядами С этой стороны будут Ну ладно Рано, наверное, это ящики разобрал Продолжение следует... Отходим Таран Тупит он, не работает нормально Есть Вот уже такие себе отряды Так, нормально 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 Таран Угу Таран ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что тут добавить? Вы все видели. Раскидал в нужный момент. Но опять же, живучести мало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже слишком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Есть! Это не мунтаром. Ну нормально, в принципе, завод тут тоже нормально оборонять. Вот там выше храма это конечно вообще, там лучше прыгунов или скаутов. Ну хорошо, хорошо. Результативно. Мы должны проследить, чтобы ни один литейный завод не попал под контроль Ильдаров. Мы не можем допустить, чтобы кузнице ангела что-то угрожало. Да, монстр. Ну как, монстрик. Там же еще титана есть. Вообще что-то невообразимое. Так, ну что получается у нас. 154-й уже день, 153-й полностью мы прошли. Три высадки максимально за день. Первое сражение у нас было 152-й день. Ну, там как бы не очень получилось пачка, поэтому доп. высадку мы не взяли. Там только одна, по-моему, мы взяли в прошлой серии. Вот. Ну, пока что так. Такая вот подборка. Тут у нас новое уже. 2, 2. И здесь тоже 2. Ну да, лучше начинать чего-то или такого, или такого. Ну да, ладно. Короче говоря, такая вот, на этот раз была подборочка. В общем, дремноута на ближний бой. Мелешка, как говорят, да. Вот. И понятно, что усиление брони важнее, чем все остальные усиления. Поскольку именно живучести ему и не хватает. А броня, она снижает получаемый урон. Поэтому и живучесть получается больше. Ну и, конечно, прыгуны вообще. Очень гибкий тактический отряд. Наверное, номер два после скаутов. Вот. Запрыгивание в нужные места, в центр строя, разбрасывание противников и отступление. И плюс тут еще можно его усилить живучесть за счет там дополнительных и печатей и там за счет топора крутого типа силового топора. И вот. Вот. Дар. Блэкмейна. Но есть, короче, аналог Суллхана. Вот. Вот этот тут. А не, подождите. Этот у нас на точно сейчас. Вот. Трофей Железного Волка. Тут 21 брони. Ну, он пониже уровнем и послабее, понятно. Это 20 уровня. Тут прям 35 броней, еще куча всяких полезностей. Вот. Как-то так. Так что нужно будет это в следующий раз попробовать. И там уже сравнить, что эффективнее. Ну, надо сказать, что на той довольно сложной карте, где оборона храма была, да, где с двух сторон они могут обходить, там где забор и прочее. Там как раз вот дредноут очень кстати был, потому что он как крепость посередине стоял, вот, и ловил всю толпу. А если она там сбегалась, удар по земле и их раскидывать в стороны. Всякую мелочь. Очень удобно. Хотя, опять же, нехватка живучести. Ну, тут решать только подручными средствами. И больше никак. Поскольку разрабы эту игру не пачили уже фиг знает сколько. Вот. На них хотя бы два слота сделали уже, потому что что-то придумать было. Ну, ладно. Еще вот такая история. Вот это было неплохо. Вот в некоторых ситуациях. Даже кстати. Но эти вообще топчик показали себя как обычно. Очень даже кстати. Вот. Ну, думаю, на этом все. Вот. Если понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И ждите следующих выпусков нашей Санта-Барбары во вселенной. Вархаммер. Данов Вар 2. Сорок тысяч. Вот. До новых встреч. Еще раз пока. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...